Вся жизнь ради детей. Татьяна Снимщикова ухаживает за взрослыми дочерью и сыном. Оба инвалиды. Все деньги уходят на лечение. На еду остаются копейки. Таким семьям уже год помогают волонтеры мобильных бригад штаба Рината Ахметова. Тему продолжит Виктория Чистюхина. На окраине села Трудовское Донецкой области звуки выстрелов слышны постоянно. Татьяна, как и все, вынуждена держать свое хозяйство. Вот только из-за неспокойной обстановки куры стали нестись реже. Хоть немножко, чем можно прокормить детей. У нее взрослые дети. Оба инвалиды первой группы с рождения. 34-летняя Лилия отстает в развитии и плохо разговаривает. Младший сын Николай страдает приступами эпилепсии. Он боится людей. Оля! Ну он бы подошел, но он боится. В доме у Снимщиков их много книг. Все они для Николая. Каждый месяц Татьяна покупает сыну новую. Читать он не умеет, но рассматривать, листать, все он так сидит, смотрит, картиночки где есть. Вот уже полжизни женщина тянет семью на себе. С такой судьбой смирилась, но плакать меньше не стала. Очень страшно. А я их никуда не отдам. Честное слово. Я пока с ним живу. Я никому родить детей своих не отдам и не брошу никогда в жизни. Почти все деньги уходят на лечение. Спасает гуманитарная помощь Рената Ахметова. Молодец. Что он нам помогает, этим бедным людям. Такого человека, наверное, по всей Украине, ну, и бога, наверное, не найдешь. Такой, как этот человек Ахметов. Он всю жизнь людям помогал. Мобильные волонтеры штаба Ахметова уже год доставляют пакеты с продуктами в отдаленные города и поселки Донбасса. За один день наборы выживания раздают сразу в нескольких населенных пунктах. В целом 90 лет. Проходите, пожалуйста, получайте набор. Выезд в такие горячие точки, как Пески, опытная Авдеевка, Майорск, для волонтеров всегда большой риск. Наша задача, в первую очередь, конечно же, обезопасить благополучателей, мирное население, которое пришло к нам получать наборы выживания. Работу доводили всегда до конца. В селе Трудовское в этот день тихо. За продуктовыми пакетами пришли около 200 местных жителей. Сколько он кормлен? Сколько таких людей у него? Выдавали помощи в соседних Прохоровке, Чечериной и Малоигнатьевке. Всего более семи сотен наборов выживания. За все время работы мобильных бригад их раздали более 140 тысячам мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения. Виктория Чистюхина, Оксана Корчма, Евгений Якунин. События. Канал Украина.